За последние 10 лет россияне стали меньше употреблять алкоголь на 40% и больше интересоваться здоровым образом жизни. Однако проблема нетрезвых водителей на дорогах страны все также остается. С начала этого года Хабаровская госавтоинспекция зафиксировала 40 ДТП с водителями в алкогольном опьянении. В том числе 10 сентября в микрорайоне Красная речка. Без пострадавших не обошлось, чтобы таких ситуаций было меньше. Сотрудники ГИБДД по Хабаровску вместе с Центром общественного здоровья напомнили автомобилистам о вреде и опасности употребления алкоголя. Подробности расскажем далее. Пристрастие к алкоголю – одна из главных причин, которая подталкивает людей к преступлению. В том числе, когда пьяный человек садится за руль. Самые страшные аварии с многочисленными жертвами происходят именно по вине нетрезвых водителей. По итогам 8 месяцев у нас на территории города Хабаровска было выявлено 1628 водителей, которые управляли транспортным средством в состоянии опьянения. Также по вине этих водителей произошло 40 ДТП. Одно из последних случилось 10 сентября в микрорайоне Красная речка. Произошло столкновение трёх автомобилей. Виновник, водитель, который находился в состоянии опьянения, пострадало в результате этой аварии 4 человека, в том числе пассажир, несовершеннолетний ребёнок. За управление транспортным средством в нетрезвом виде существуют разные меры наказания. Если водителя в состоянии алкогольного опьянения задержали впервые, то его лишают прав на срок до двух лет, плюс штраф 30 тысяч рублей. При повторном инциденте нарушения уже относятся к уголовным. Тогда и штраф до 300 тысяч, и лишение свободы до двух лет. Чтобы таких ситуаций было меньше, городская госавтоинспекция регулярно проводит беседы с водителями и напоминает о вреде алкоголя. В этот раз кооперировались с Центром общественного здоровья. Здравствуйте, мы проводим акцию в рамках дневной дежности. Возьмите, пожалуйста, буклет, с помощью него вы можете проверить уровень своей приверженности. Мы напоминаем, что алкоголь – это яд, и желаем вам здоровья. Хорошего дня. Спасибо, мы так хотим. До свидания. До свидания. В буклете есть, во-первых, самое главное – это стандартная порция, по которой рассчитывается непосредственно, превышено ли у вас употребление алкоголя, или еще вроде как норма. Также здесь вопросы о ежедневном употреблении, либо реже, в месяц, раз в месяц, или еще реже. На эти вопросы стоит обратить внимание, особенно. Конечно, такие беседы и тестирования не решат проблему зависимости от спиртных напитков. Цель – помочь людям признать проблему и задуматься о своем здоровье. Количество людей, которые начали признаваться, что они имеют риск погонного употребления, оно немного, но растет. И это, наверное, тоже достижение одной из акций. Мы получаем обратную связь, что люди действительно понимают, что да, есть такая проблема, они ее осознают, а это уже половина решения проблемы. Проверить свой уровень риска можно на сайте Центра общественного здоровья Хабаровского края.